То есть алкоголь это первое пристрастие, которое за последние полтора года просто вырвалось вперед в Украине. У нас люди раньше так много не употребляли алкоголя. У нас алкоголь это стал сейчас. Прям за последние полтора года, да, алкоголь стал прям таким очень, ну, такой мейстримовой темой. То есть появились там всякие винные фестивали и так далее. Это нам наслаждается, эта культура употребления алкоголя. И люди почему-то решили, что как бы каждый день выпивать по бокалу вина, это, ну, знаете, это напоминает, что ты вроде в каком-то фильме. Ну, про это же говорят, действительно, это показывают в красивых фильмах, про это говорят, что там гарный келлиф можно выпить и червоного вина там какого-то. Это нам навязывается. То есть это не то, чтобы для нас физиологично и нормально, это просто нам как бы навязывается. Вот, то есть алкоголь это первое пристрастие, второе это сладкое, конечно. А со сладкими история такая, что люди хотят избавиться от зависимости от сладкого. То есть они думают, что когда там наступит в жизни такой момент, когда им не будет хотеться сладкого никогда, и вот они расправят крылья и полетят в эту жизнь без сахара. Такого не бывает. То есть я сразу всем клиентам говорю, что как бы даже не надо к этому стремиться, потому что определенная норма сахара, она никак вредно не влияет на наш организм. Вопрос в том, что просто минимизировать потребление. Какая самая норма? Ну, да, от 25 до 50 грамм сахара, простых углеводов в течение дня, это считается нормой. Это, например, можно получать из фруктов, из крахмалистых обработанных овощей, типа своколы, моркови, тыквы, из меда и просто из обычного сахара, из алкоголя. То есть все сахаросодичащие продукты. Если это от 25 до 50 грамм в день, это считается как бы безопасной нормой. Мы сейчас не говорим про людей, которые страдают диабетом, мы говорим в целом просто про всех остальных людей. Вот, мы получаем в день 120-150 грамм сахара, если за этим не следим. То есть это в 3-4 раза мы превышаем где-то нашу норму. То есть сладко — это вторая категория продуктов. К сладкому мы относим сразу же все хлебобулочные изделия. То есть даже если они не сладкие, это все простые углеводы, туда мы это все относим. Третья категория — это соленые продукты типа сыра и колбасы. То есть есть категория людей, которым им не надо это ваше сладкое, им надо как бы конкретно там картошечку и селедочку. Вот, то есть это третий такой, третий момент. но в целом с этой зависимостью легче всего бороться, потому что чаще всего у таких людей в рационе просто не хватает полезных жиров. То есть им хочется колбасы, копченых продуктов, потому что они не получают этих полиненасыщенных жирных кислот, которые нам нужно получать в рационе. И когда ты человеку просто немножко корректируешь питание, ему может захотеться скушать кусочек колбаски или хамона, или сыр вообще это безопасный продукт, его можно есть, но в целом вот эта тяга, она снимается. То есть вот это три основные категории.